Гамарджаба, друзья! Надеюсь, мне правильно подсказали, как привет по-армянски. Это точно по-армянски? Не знаю, возможно, это значит, типа, вломите мне, когда увидите, я лох. Но, по крайней мере, так мне сказали. С вами Юрий Хованский. И Сан Саныч Богомолов. Короче, друзья мои, мы долго путешествовали по самым дальним и разным странам. И, наконец-то, приближаемся к Содружеству Независимых Государств. Армения. Да, что у нас сегодня, Саныч? Сегодня у нас армянская шаверма. Находится она где-то на... Земсков. Земсков. Что-то там, 8. Земский 8. Земский 8. Где-то на севере. Где-то? Очень далеко. Просто, знаете, идете в Питере на север и спрашиваете, где та самая шаверма, типа, блядь. Вон она, за спиной у нас. Да, она за спиной у нас. Сегодня у нас будет впервые шаверма в тандыре. Необычно. Да, обычно тандыр используется очень редко. В основном, друг же только шашлыки в нем делает. А здесь настоящая шава в тандыре по армянским традициям. Надеюсь, что нам понравится. Надеюсь, что вам понравится наш ролик. И для того, чтобы вам понравилось еще больше, нужно что делать? Ставить авансом лайк, писать комментарии, подписываться на канал. Абсолютно, сука, верно. И шаурма на углях. Шаурма, я коснусь от тебя. Чай, кофе? А, кура. Есть кура гриль, походу, чувак. Хоть со спиртными напитками, а я без спиртного. Ну, все, в печени. Здравствуйте. Нам, пожалуйста, две шавермы в лавашей стандыра. Маленькие? Ну, маленькие. Куда она большая? Да-да-да, маленькие. Есть, кстати, вегетарианские. С сыром за 130. Ну, нет, это не про нас. Хот-дог в лавашей. Я думаю, по кофе, может быть, еще по кофе. Кофе, да. Да, и два кофе, пожалуйста. Кофе по лавашу. А, нет, уже. А три в одном? Вот, три в одном еще лучше. О, это наша тема. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам фотографии, детишки? Да. Только если обещаете хорошо учиться. Представляете, шашлык из тандыра есть? Да, в тандыре шашлык, ну. Что там по кофе у нас? Да, сейчас кофе будет. Да, попьем сейчас. А тандыр у вас электрический, да? Ну, да. Я тоже хочу себе такой на дачу. А, запрещено, да? Ну, газ выпускаешь. А-а-а, да-да-да, сейчас же все заблокировали. Сейчас вы будете. А-а-а, да просвети. Чем показывает? Кого Сэнджа показывает? Ну, а, настолько знаменитый, что в каждой шаверне уже стоит такой телевизор. А ты думал, чай не пальцем делал, не фингером, как говорится, мейден. Ну, что, друзья, мы нашли место, где можно дислоцироваться. И сразу же хочу сказать, да, я обоссался. Я не облился, вы постоянно пишете своим огромным хуем. Я... Не стряхнул. Я немного, да, писнул прямо в штаны. Решил, знаете, а чё бы и не... Просто потому, что я могу так начать дегустацию. Я просто ссанул штанину немножечко. Всё, теперь, когда мы закончили с комментариями, я думаю... Достаём. Да, посмотрим, что у нас тут есть. Готовилось, кстати, достаточно долго. Долго, долго. То есть я... Вот помню, в прошлом выпуске берлинское, блядь, почти мгновенно приготовили немецкое. Мы охуели, блядь, просто... Сидишь-сидишь, ждёшь, и хуякс, а она уже тут. А тут мы сидели, и он, типа, через пять... Тандыр разогревался. Тандыр электрический, как я понял. Вот это отстойно. Запрещает, говорит. Саныч сказал, что сейчас, типа, запрещают иметь обычные тандыры, всякие пожарнадзоры, и я считаю, это полная хуйня. Типа, нашли до чего доебаться, до тандыра, нахуй. А как из тандыра вообще может огонь убежать? Вот подумай. Может, лучше, блядь, не будете строить дома вплотную, нахуй, друг к другу ёбаные новостройки, нахуй, между которыми даже Варламов на велосипеде, блядь, не проедет, нахуй. А не будете доебываться до ёбаных тандыров? Ну, ладно, я думаю... Он нам дал вот что ещё, говорит. А-а-а, это пер... Пакет, мам. Blackstar перчатки, дешёвый вариант. А можно мне тоже Blackstar перчатки? Улетела. Блядь. Юр, да ладно. Да брось, ты всё равно всегда кидаешь на пол мусор. Ты чё пёс погадый? Ты чё, сука? Юр, да ты чё пиздишь? Ты всегда кида, ты пиздишь. Ты чё пиздишь, ты на кого? Жри, говно, жри. Тихо, тихо, садись. Блин. Лаваш топовый. Да? Он прям тает во рту. Супер балдёж. Меня, конечно, немного расстроило, что местного армянина зовут Семён. Степан. Степан, да. Я ожидал что-то более такое национальное. А может, они все просто называют такие имена русские? Да. Типа он на самом деле не Степан, а Самуджан какой-нибудь. Он говорит, вам немножко подострить, говорит. У тебя как? У меня жёстко. Нет, у меня ещё чуть-чуть. Ты посмотри. Ну и чё? Острота. Ты так показываешь зрителям, будто это, типа, они увидят остроту. Смотрите. Рот горит. Остро, да? Блин, это самое... Ты понял, что здесь сыр сбоку? Как в грузинской, типа, сулугуне? А, показалось. Это был не сыр. Ну, Саныч ебанулся. Ну, посмотри, как будто сыр. Ну, это соус просто налит, я так понял, с уголка, да? Ну, блин, это самый балдёжный лаваш, который у нас был. Да, лаваш топ. Я этому лавашу сразу, пятёру ставлю. В этом, наверное, и смысл как будто андыра. Да, чтоб она была именно хрустящий лаваш. И тут не намотано много слоёв. Я даже тяжело акцентироваться на что-то другое, когда такой хрустящий и балдёжный лаваш. Я жалею, что мы тратили время на какую-то хуйню, типа, там, египетская, блядь, или это вот куда нужно было копать. Грузия, Армения, всякое вот. В этом направлении. Грузия тоже нас не разочаровала. Да, я и говорю, что, блядь, мы смотрели как дебилы на запад, но нужно было обратить свой ёбаный взгляд на восток. Друзья, евразийцы мы, скифы. Скифы мы, ебать. Мы не там, мы не там. Нам нужно, блядь, ну, вы поняли, что-то меня вторую серию подряд несёт. Ну, в общем, это супер балдёж, чуваки. Это лучший лаваш, который я пробовал. Он и не пересушен, но в то же время хрустящий. Просто, ну, хрустит, вот топ. Причём чувак, который фоткался, он сразу сказал, вы что, типа, к этому, к Семёну или как его? К Степану. К Степану, да. То есть это, видимо, среди местных более-менее такое, авторитетное заведение, популярное. Да. Он говорит, вы зря, что раньше здесь не были. Да, какой-то местный абориген. В меру острое. Вот я прям вгрыз, и она... Уж я плакса и капризы, блядь, не люблю острое. У меня сверху было острое почему-то. Сейчас пошла нормально. Короче, чуваки. Это балдёж. Наши братья-армяне получают пятёрку. Здесь капуста. За эту шаверму. Конечно, за то, что меня Blackstar из-за Кристины Си отпиздили, я бы мог полбала скинуть, но не буду. Я не злопамятный. Это супер балдёж, блядь. Ты ж вроде капусту не любил в шаверме. А здесь есть капуста. Но она порублена. Видишь, как мелко? Что её практически незаметно. Что я сказал вначале? За этим лобашом я ничего не могу разглядеть. Всё, я понял. Это как, когда ты влюбился в тёлку, и ты не замечаешь, что она бычки подбирает, например, на улице, блядь, потому что ты влюблён. У вас такого не было? Да. Чё смеёшься, нет? Да. Вот типа она идёт, подбирает, бычок курит, и вы об этом не думаете. Вы думаете, с этой женщиной я хочу провести остаток жизни. И эта шаверма супер балдёж. Ну, начинка такая вот, прям, видишь, перемолотая, очень мелко всё. Ну, он сам нарезал. Там не было блендера, за который срали, крышки шиев мог бы въебать или... В общем, я за лаваш ставлю пять с плюсом, а по вкусу пятёрку. Вот так. То есть ты ещё и пять с плюсом поставил, нихуя себе. Не, лаваш прям топ, мне прям очень он вкатил. И, кстати, она не сухая. Самое главное, она недорогая. Во! Это 130 рублей, это представляешь? Вы все, вы все пидорасы гнали в комментах, Юра, где ты такие цены видел? Уже давно все шавы по 180, по 200 рублей. Вот, пожалуйста. 130, но это ещё маленькая. Ты представляешь, если большая будет? Это маленькая, это сытность, я скажу, пять, наверное. Ну, я четыре с половиной поставлю, мясо могло бы быть побольше. Вот ты правильно сказал, мясо, да. Но тогда скину из-за мяса, наверное. Тоже четыре с половиной? Да, потому что я что-то разогнался из-за лаваша, я даже о мясе забыл. Да, мясо могло быть побольше. Но, чуваки, вот, блядь, все, кто пишут, ебать, я в любом месте, куда я хожу, блядь, вот выходите в те места, где нормальный какой-то, блядь, Степан сидит. Степан на районе. Да, на районе, блядь. Здесь кальянных нет никаких. И будете выхавать за 130 рублей нормальную шаву? Конечно. Да знаешь, где они заказывают? Если вы, ебать, заходите... В кафе в центре где-нибудь. Да, где вай-фай есть, в каком, нахуй, питос. Я прихожу с макбуком, сажусь, и шаверма дешевле 200 рублей не видел. Ну ты ебик. Ты ебик, блядь. Я тебе говорю, ты ебик. Сука, не выебывайся в комментах, потому что ты ебик. Сиди тихо, если ты ебик, блядь. Пока взрослые люди обсуждают, сука, шаурму. Шаверму, блядь. Сиди, сука, и завали ебальник свой. Понял, нахуй, иди с детишками лимонады попей, блядь, гандон, нахуй, не учи нас, сколько стоят шавермы. Я столько шавермы сожрал, я по таким местам ходил. Я видел крыс бегущих, блядь, прямо в шаурму, жрал там шаурму. И вы, дебилы, мне говорите, ой, минимальная цена 190. Вот, сука. Съедаешь 1200 шавермы за полтора часа? 1200 шавермы за три часа я съедаю, потом еще шашлыков 1500 за три часа. Это я каждый день, а потом сижу, сигны делаю фанатом, блядь. Ну, давай к самому грустному, атмосфера. Да, даже не хотелось. Не хотелось, да. Вот всегда такое есть, когда вкусная шаверма. Наверное, надо вкус переставить, потому что даже засирать не хочется. Не хочется, да. Ну, это пиздец, конечно, туалета нет. Ужасная. Жарище. Жарище. Один человек. Темно, как в подвале, ни окон, ничего. Ну, вот, а спасла вот это вот, я заснял экран, где картинки. А, да. Хоть как-то посидеть в него, отречься от всей этой. Там стоят, извините за выражение, игрушки с нового года. Ну, дело не в игрушке с нового года. Дело в том, что, повторяю. Там как будто не убирались давно. Лето. Нужно ставить кондиционеры, блядь. Это самое первое. Кондиционеры, ну, сколько? Ну, есть самые там на авито за 7 тысяч, блядь. Не знаю, баушный, да. Понимаешь, это повышает, электричество повышает. Тогда шаурма будет не 130, а 150 стоит. А, вот как. Ты же тут не собираешься сидеть. Вряд ли кто-то здесь сидит из местных. Взяли, домой пошел. Взяли, пошли. Тейковые, да, на вынос. Ну, хотя один человек, хотя, по-моему, по нормам должно быть два человека, он все делал чисто, аккуратно. Нигде я не заметил остатков пищи, какой-то все убрано. Но, конечно, скудно, поэтому три максимума. Я двоечку за так. Два, да. Честно, два, ужас. Зашел темно. Он там работает, ослепнет, наверное, скоро. Ты видел у него за рабочим местом? Ну, как ты сказал, лампочки поставить, это увеличит себе стоимость. Энергосберегающим можно лампочки поставить. Да, ну, типа, блядь, чуваки, главное, что это... Но вкус. Это супер балдеж, чуваки, просто... Чуть-чуть мяса добавить, это пятерка будет. Ради этого лаваша я бы точно приехал сюда. Попробуй. Мы постоянно путешествуем по разным... Странам. Да, по разным странам в своем шоу. И Армения, это маст хэв, как бы... У меня на родине вообще, помнишь, ужас был? Да, да, да. Подставили нас, подставили. Да, совершенно это... Так это, я в комментах почитал, что... Силочка, как мы жрали израильскую шаверму, это был просто пиздец. Мы охуевали, типа. Но, блядь, вот армяне не подвели, блядь, знают. Да, ребят, напишите в комментах, а вот... Что ты там читал-то, кстати, ты говоришь, что это я читал? Читал, да, что по поводу израильской шавы, чувак, говорит, с Израиля ел вот эту в бе-бе-бе... Баба-гануш. Баба-гануш, да, говорит, это жалкая пародия, типа, как-то не то. Ну, так все говорят, знаешь, всегда. Типа, знаешь, это как... Ты выебал по пьяни тёлку, она подругам рассказывает, что у тебя член маленький, и ты такой... Ну, мой член по пьяни, это жалкая пародия, да, мой член трезвый. Ну, все же понимают, что ты пиздобол, ну, типа... Ну, всё может быть, всё может быть. Да, короче, сам... Так, я что хочу спросить. Ребят, напишите в комментах, пробовали ли вы шаверму с тандыра, и всегда ли получается такой вот хрустящий топовый лаваш? Ну, самое главное, пишите свои отзывы не только в комментариях на ютубе, где их пить саны. Приложение? Да, у нас есть приложение «Шаверм Патруль», вы там вбиваете отзыв, всё это высвечивается, я всё мониторю. Одным там мой старый корич с Новгорода, поэтому все ваши отзывы будут увидены, услышаны. Обязательно переходите по ссылке в описании, качайте. Кстати, приложение, я тебе скажу, очень топовое, потому что я был у себя на даче в Солнечногорске, то есть там деревня деревней, даже там я нашёл в радиусе две шавы, оценили. Даже за границей ебать есть, везде есть, качайте, чуваки, иначе потом будет слишком поздно. А по поводу армянской шавермы, я думаю, однозначно мы рекомендуем. Да, это топ. Если вы оказались в этом, Земской, Земсков, как это, блядь? Земский. Земский. Восемь. Бля, каким-то чудом вас, если сюда занесло, чуваки, супер балдёж, мимо этого Степана, Семёна. Стёп, говорили. Да, мимо Степана не проезжайте. На Степана он не похож. Ну, можете узнать у него, как он. Хотя, может, Степан, может, мы обижаем его. Да, но это супер балдёж, маст хэв, в вашей карте шавермы. Я могу... Давай сдавать буклеты, типа, для приезжих, где будет карта такая, и там отличная... Шавермы, да, точки. И нужно получать печати, и если ты все печати получаешь, то тебе дают... Золотую шаверму. Пизды, да. Ничего я умнее не придумал. Ну, а на этом всё, друзья. Переходите на канал Дневника Еврея. Там вышла новая столовка Патруль. Подписывайтесь на мой канал, на канал Саныча. Обязательно без этого никак. Этот человек в одиночку заебал меня и возродил шаверму Патруль. Вы можете его не любить, но без него бы этого не было всего. Точно так же, когда-то Юлик заебал меня и заставил возродить потерявшийся в джакузи. То есть, это исключительно заслуга Саныча, поэтому то, что мы для вас стараемся, обязательно поддержите его. Всё, ребят. Лайкните, подпишите. Ну и про меня не забывайте, я тоже, знаете ли, блядь, не фингером Мэйда или как там... Всего вам доброго и гамма... Не, это привет. Как будет по-армянски? До свидания. А, расскажу, как со мной Тимати прощался по-армянски, его ребят. Вот!